В эфире программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О главных новостях этой среды вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Смотрите сегодня выпуски. Идет большая вода. Прорыв плотины в Белоумуте и его возможные последствия для Рязани. Проверки соблюдения мер пожарной безопасности продолжаются. Ждать ли рязанцам закрытие торговых центров? Обязательное страхование пассажиров такси. Как к этому отнеслись рязанские таксисты? 9 апреля вследствие повышения уровня воды в реке Оке в Белоумуте произошла авария на строительной площадке новой плотины гидроузла. В связи с этим в рязанских социальных сетях стали появляться тревожные сообщения с призывом держаться подальше от водоемов. Есть ли реальная опасность для нашего региона? На этот вопрос нам ответили в транспортной прокуратуре. Оказывается, работа Рязанской транспортной прокуратуры носит экстерриториальный характер и ряд объектов надзора, в частности гидроузел Белоумут, расположены в Московской области. Именно поэтому сотрудники прокуратуры в курсе последних новостей и с уверенностью утверждают, ничего чрезвычайного в Белоумуте не произошло. Всего лишь на строительной площадке новой плотины гидроузла под давлением паводковых вод разошлась шпунтовая стенка – специальное ограждение, используемое при монтажных работах. В результате был затоплен котлован строительной перемычки второй очереди плотины, затопление которого, в принципе, было предусмотрено проектом организации строительства. Сам гидроузел Белоумут является затапливаемым объектом, и паводки воды проходят через его гидротехнические сооружения. Данный гидроузел работает в штатном режиме, ущерба не причинено, и данное событие не окажет влияние на паводковую ситуацию в Рязанской области. В Рязанской транспортной прокуратуре осуществляется мониторинг ситуации, связанной с гидроузлом Белоумут в режиме онлайн. Данные кадры подтверждают тот факт, что никакой внештатной ситуации нет, и реагировать на тревожные сообщения, которые можно увидеть на информационных сайтах Рязани, не стоит. Я бы порекомендовал журналистам перед размещением данной информации, все-таки оценивать ее, либо обращаться за комментарием к специалистам, и после этого только опубликовать. Также сотрудники транспортной прокуратуры отметили, что после паводка ими будет проведена проверка в сфере судоходства на гидроузлах в Рязанском транспортном регионе. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Проверка торговых центров в Рязани на соответствие требованиям пожарной безопасности продолжается. К сожалению, практически везде были выявлены нарушения. И если у некоторых торговых центров недочеты незначительные, и устранить их могут в короткое время, то у других проблемы гораздо серьезнее. Продолжит Валерий Седов. В городе Рязани могут закрыть четыре крупных торговых центра. В настоящее время в производство железнодорожного районного суда принято четыре иска в интересах неопределенного круга лиц в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о понуждению к совершению действий. Свои требования прокурор обосновывает тем, что в ходе проведенных проверок исполнения требований законодательства пожарной безопасности в помещениях торгового-развлекательного центра «Виктория Плаза», торгового центра «Рязанский», торгового центра «Барс», торгового-развлекательного центра «Премьер» выявлены грубые нарушения законодательства пожарной безопасности. Прокурор просит суд именно закрыть торговые центры до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности. По делу назначены предварительные судебные заседания. Кроме того, прокуратурой района в адрес руководителей вышеуказанных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений, а также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время проверка торговых центров не закончена. Это только промежуточные результаты. Кроме того, в социальных сетях активисты начали опрос по поводу того, какие рязанские торговые центры самые опасные. В комментариях пользователи сети писали о различных нарушениях, таких как отсутствие информации об эвакуационных лестницах и закрытые запасные двери в различных ТРЦ. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания, город. Рязанские полицейские изъяли очередную большую партию наркотиков. Фигурантами уголовного дела стали 61-летний пенсионер и его 45-летний приемный сын. Дом с сюрпризом. В Спасском районе полицейские изъяли большое количество наркотиков. В доме обычного на первый взгляд пенсионеры обнаружили большое количество запрещенных веществ растительного происхождения. В поле зрения оперативников попали двое жителей спиртозаводского. 61-летний пенсионер и его 45-летний приемный сын. Как стало известно, мужчины, несмотря на возраст, не только пристрастились к употреблению марихуаны, но и угощают ею некоторых своих знакомых. По словам родственников, в прошлом году мужчины вырастили в теплице несколько кустов каннабиса, который в дальнейшем и стал сырьем для изготовления марихуаны и гашиша. В этом году они продолжили незаконную деятельность. В ходе обследования в жилище сыщики изъяли свертки с марихуаной общей массой 1,6 кг и 6 г гашиша. На чердаке дома полицейские обнаружили сушильню. Там до нужной кондиции доходили части наркосодержащего растения конопля массой около 5,5 кг, которую злоумышленники намеревались превратить в готовый наркотик. В отношении злоумышленников возбуждено околовное дело за незаконное изготовление и хранение наркотиков в крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Ежедневная система «Умный город» разгружает центр Рязани от пробок. Однако коллапсы на дорогах происходят постоянно, особенно в дальних районах города. Чаще всего страдают жители микрорайона Конищева. Каждый день в пробках они простаивают минимум полчаса. Перекресток улиц Интернациональной и Бирюзова. Ежедневно, утром и вечером, здесь собирается большая пробка. Люди, которые спешат на работу, уже привыкли выходить минимум на полчаса раньше. Транспортный коллапс отнимает много времени. А в случае аварии в пробке можно простоять хоть целый час. Так случилось и 11 апреля. Четыре столкнувшихся машины перекрыли две полосы. Полчаса больше даже. Если вот здесь авария, значит, будешь стоять долго, пока разберут машину. Пробки постоянно? Постоянно. Выезжаем пораньше, потому что может в любом месте пробка образоваться. Проблема не появилась из ниоткуда. Жители микрорайона Конищева живут с ней уже несколько лет. И выхода из ситуации до сих пор не найдено. На улице Бирюзова можно заметить сужение дороги на небольшом участке. Зачем уменьшать количество полос на трассе, по которой ежедневно проезжают тысячи машин, неизвестно. Злосчастный перекресток – это пересечение двух дорог плюс выезд с прилегающей территории – гаражного кооператива. Сложно сказать, работает ли светофор в оптимальном режиме. Об этом скорее можно судить по ситуации с пробками. Неизвестно, будет ли как-то видоизменен этот участок дороги. Ведь именно в этом он и нуждается. Наш телеканал направил запрос в администрацию по поводу транспортной ситуации на перекрестках этих улиц. В скором времени мы вернемся к данной проблеме. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси. Пока это единственный вид транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Как рязанские таксисты отнеслись к этой новости, узнала Мария Рудая. Водитель такси Андрей Шульгин в профессии более 8 лет. Он признается к закону проекта об обязательном страховании пассажиров такси относится положительно. Он сам водит аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения. Но не раз был свидетелем серьезных аварий с участием своих коллег. Первое ДТП случилось. То есть водитель таксира погиб на месте. А второй был в районе театральный на перекрестке. То есть водитель такси не соблюл правила дорожного движения, скоростной режим, перевернулся при столкновении. Вызывали скорую на место. То есть увозили пострадавших в больницу. Пока пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где компенсация за гибель не превышает 500 тысяч рублей. Когда же закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков будет распространяться и на водителей такси, такая компенсация составит более 2 миллионов рублей. Конечно, новые правила повлекут за собой дополнительные финансовые затраты для таксопарков. Но по словам руководителя неотакси Алексея Федулова, который также поддерживает законопроект, на цене за поездку это никаким образом сказаться не должно. Я думаю, что скажется позитивно на обслуживание клиентов. То есть клиент будет более, скажем, ну, наверное, безопаснее, что ли, садиться в автомобиль, уверенный в том, что его жизнь, здоровье все-таки застрахованы каким-то образом. Несмотря на то, что Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси, в законопроект внесли большое количество замечаний. Планируется, что закон вступит в силу через год после официального опубликования. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Федеральное агентство утвердило изменения в правила признания лица инвалидом. Нововведения касаются порядка прохождения медико-социальной экспертизы. Также расширился перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность. Наша съемочная группа решила разобраться в этом вопросе. Подробности далее. В Главном бюро медико-социальной экспертизы людно. Кто-то ждет встречи со специалистом, кто-то впервые обратился за помощью. Электронная очередь дает возможность посетителям сориентироваться в кратчайшие сроки. К примеру, у нас с момента получения талона до консультации в регистратуре прошло не больше минуты. Чаще всего к нам обращаются люди для того, чтобы мы их записали, чтобы они прошли комиссию. Человек 70-80, иногда бывает по 100. Столько людей приходит сюда ежедневно. При помощи несложной арифметики можно понять, какое количество обращается в ведомство в течение месяца. Кристина Максимкина приехала из Новомичуринска. Ее цель – помочь маме. Она у меня инвалид просто. И как бы группу дали что-то. Забирать эти все документы, пришли сюда вообще сложно, эта процедура? Или вы как-то быстро прошли, легко ее? Да, как-то сложновато было немножко. В чем сложность возникла? Ну, ждать там, и врачей вызывать надо, надо. Новые правила призваны упростить процедуру получения инвалидности, хотя главный эксперт медико-социальной экспертизы Рязанской области Сергей Потапов уверяет, что никаких глобальных изменений не произошло. По его словам, это лишь дальнейшее регулирование юридических моментов, связанных с получением группы. Устанавливает порядок проведения медико-социальной экспертизы и устанавливает причины инвалидности, срок установления инвалидности, процедуру обжалования решения медико-социальной экспертизы, ну и некоторые еще другие вопросы. К ним относятся изменения, регулирующие в каких случаях обязательно установление категории ребенок-инвалид сроком на 5 лет. Расширился и перечень заболеваний. Сюда вошли такие болезни, как синдром Даунатс, рост печени, слепота, глухота и детский церебральный паралич. Также был принят перечень заболеваний, при которых медико-социальная экспертиза будет проводиться заочно. Как правило, сюда внесены тяжелые заболевания, которые делают людей нетранспортабельными, то есть не могут явиться. А также более конкретно говорено о том, что, допустим, проведение заочной экспертизы в случаях, когда отсутствует возможность инвалиду из-за транспортной инфраструктуры добраться до учреждения медико-социальной экспертизы. Как правило, на прохождение медико-социальной экспертизы направляет лечащий врач, который знает полный анамнез пациента и может выявить признаки инвалидности. Далее проходит заседание врачебной комиссии, после чего больному выписывают направление, с которым он и должен прийти в главное бюро. Кроме направления, с собой необходимо иметь паспорт и заявление. Если человек не может явиться сам, у него есть возможность направить документы курьером через почту или через законного или уполномоченного представителя. Также подать заявление можно через портал госуслуги. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Такое увидели эту среду корреспонденты телекомпании «Город». Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok